Оу, привет! А ты в курсе, что компания GameNet на самом деле веб-анал? Какой анал? Веб-анал! Всем привет, с вами Иной, и сегодня мы будем разбираться с ситуацией вокруг проекта Black Desert. Извините, пожалуйста, я, Дессал, подзапоздал, поскольку ездил отдыхать. Уважаемая администрация Pearl Abyss Corporation, просим вашего разрешения на продолжение оперирования игрой Black Desert до момента, пока вами не будет развернут сервис игры на русском языке. Веб-анал Холдингс. Чё за веб-анал? Ребята, вы понимаете, что это вообще... Какой нормальный человек в здравом уме назовёт свою компанию веб-аналом? Вы понимаете, вот это всё, смотрите, GameNet, да, Net это сеть. Веб-анал, конечно, через W пишется, но всё равно, да, веб это паутина. Вот этот анал, такое ощущение, что вас затягивает в какую-то анальную паутину, потому что нормальный человек в здравом вообще уме и состоянии не назовёт компанию веб-аналом. Это всё звучит как издёвка над игроком. Ну а теперь давайте разбираться конкретно без ситуации. Сервера Black Desert могли продолжать работу на GameNet. Вся власть разрешить или запретить дальнейшую работу находилась и находится в руках компании Pearl Abyss Corporation. Достаточно было e-mail сообщения. Друзья из GameNet, если вы две крупных, серьёзных компании, ну, Pearl Abyss уж точно крупная, серьёзная, да, не каждый день такая компания покупает громаднейших магнатов, типа CCP, которым принадлежит Evo Online, то никаких e-mail сообщений не может быть достаточно. Если у вас закрончивался срок действия договора, то вы должны заключить новый договор, который продляет и регламентирует ваши взаимоотношения между друг другом. Поэтому у нормальных, серьёзных компаний e-mail сообщений недостаточно. Далее, после нашего предложения, кому принадлежат деривативы, включая перевод в компании Pearl Abyss Corporation, нас заверили, что перевод им не нужен, так как они ведут работу напередводом, и это не проблема. Однако, вместе с этим нас всё время спрашивали, ну что, как там перевод? Возникало ощущение раздвоения личности. Значит, никакого раздвоения личности здесь нет. Объясняю, почему. Мы переходим на сайт ruplayblackdesert.com, который новым является сайтом игры. И здесь, в чёрном по белому написано, что согласно контракту между Pearl Abyss и WebAnal, для того, чтобы использовать русскоязычную локализацию игры, компания Pearl Abyss обязана купить её. Тем не менее, решение о покупке перевода остаётся за Pearl Abyss. И вот тут ключевой момент. Мы не обязаны покупать такой перевод по чрезмерно высокой цене. Значит, они согласны были купить у вас перевод. Но понятно, что раз уж ваш корабль стал тонуть, вы решили сорвать большой куш на дорожку, чтобы поиметь бабла с этой компанией. И я понимаю, в компании Pearl Abyss наверняка сидят экономисты, и люди посчитали, нахрена им покупать в три раза дороже, если им самим локализовать на русский язык, будет в три раза дешевле. Это нормальная практика. В любой компании есть экономисты, которые считают, что выгоднее так или так. Поэтому, если бы вы не задирали цену, то купили бы они у вас этот перевод. А вот эта фраза, ну что, как там перевод и ощущение раздвоения личности, только у вас, кстати, оно, я так понимаю, возникает, потому что, возможно, они взывали к вашему здравому смыслу, что теперь, ребят, ну как вы не передумали, там цену-то пониже все-таки сделать, мы заберем у вас этот перевод. Поэтому в этом плане все, абсолютно вся вина лежит на вас, как я считаю. Далее, переговоры. Мы вели переговоры о продлении сервиса с февраля 2018 года. Пять раз в Корее, два раза в Москве. Мы просили продлить лицензионные соглашения на игру. Все это время с февраля до сентября мы просили продлить соглашения. Ну, какая-то автология у вас здесь получилась. Кто это писал, я не знаю. Но я хочу обратиться сейчас к интервью на канале Red Corvus Media, который давал ваш продюсер проекта Муртифер. Давайте посмотрим, что он сказал тогда. Ты говорил, что переговоры ведутся, и тут корейцы бас, выкатывают сайт. И мне многие ребята, тогда тысяча сен человек было на стриме, сразу начали спрашивать, а как так? Переговоры ведутся, а корейцы уже говорят, что все, мы будем издавать. Тимур, как это работает? Ну, в данном случае это сложный вопрос. Даже не знаю, как его комментировать, потому что, да, действительно, такое решение по публикации было в одностороннем видеопорядке. И статус, опять-таки, переговоров, я говорю, что я не знаю, я знаю, что они ведутся. Значит, друзья, никаких односторонних, как вы говорите, соглашений не было. И вы, и Перл Эбис с февраля месяца прекрасно знали, что произойдет с проектом. Но Перл Эбис тут понятно, они хозяева барина. Хотят, отзывают у вас, хотят, оставляют лицензию. Это их личное право. Они не нарушили условия договора. У вас был до октября, они вам до октября дали локализацию. Правильно? Не нарушили, не нарушили. А вот вы молчали все это время, начиная с февраля 2018 года. Буквально 8 месяцев вы молчали и не говорили игрокам. Почему? А потому что рука руку моет. Потому что ворон ворону глаз не выклюет. Перл Эбис получали свою копейку, пускай это была небольшая копейка для них. Ну как небольшая, но я уверен, что там счет был на 1000 долларов. А вы не говорили почему? Ну потому что все ваши котики, все ваши расширения переносимых грузов, все ваши заточки. Кто бы стал их все эти 8 месяцев покупать, если бы игрок знал, что проект прикроется? Никто. Никто не стал бы у вас это брать. Поэтому вы-то осознанно все это делали. Понимаете, все 8 месяцев вы эту информацию скрывали. Теперь дальше. На протяжении всего этого времени мы высказывали сомнения возможности качественного легального переноса сервиса из-за сложности процесса. На что один раз услышали ответ. Россия так мала, вы же понимаете. До сегодняшнего дня мы не понимали. Ну вы этого не понимали, а я это понимаю уже давным-давно и неоднократно в своем видео сказал. Еще по видео о стеле онлайн, которые вы будете локализовывать, о ней я тоже чуть позже скажу. Это вообще отношение корейцев к России. Здесь всегда особые пути, особые какие-то локализации, как это в Акарасии онлайн, как это в Аркейже сейчас с новым сервером вот этому Хазе или Хазе. В Европе он Хазе, по-моему, у нас Хазе называется. У нас все время какие-то гибридные такие экспериментные версии сюда предоставляются. Почему? Потому что с нами не считаются. То есть нам можно склепать, как в той песенке, знаете, из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Вот. И это отношение к нашей стране. Почему я вас призываю не играть никогда в корейские локализации? Потому что вот она, России так мала, и вы же понимаете, вот в этих двух буквально выражениях, да, тезисах, заложено отношение корейцев к нашей стране. Поехали дальше. В августе нами был назначен транзишн-менеджер, задача которого входила разобраться во всех вопросах переноса и сделать все возможное для легального переноса сервиса. Со стороны Pearl Abyss Corporation общалось много разных представителей, мнение которых не всегда совпадало. Базы данных и сервис нужно было не только отдать, его и надо было принять, сделать это по закону. Давайте с вами опять перейдем на наш вот этот волшебный сайт. Значит, здесь написано, что как поставщик услуг Black Desert Online Russia, компания WebAnal обязана передать всю базу данных. Конечно, она содержит персональные данные наших пользователей. Для того, чтобы база данных была передана, нам необходимо получить согласие каждого отдельного пользователя игры в соответствии с контрактом, заключенным между WebAnal и Pearl Abyss. Организация данного процесса, обязанность WebAnal. То есть, это было прописано в вашем договоре. Ребят из GameNet, они же WebAnal, вы такие соглашения делали, вы спрашивали у игроков разрешение на передачу базы данных. То есть, вы вот здесь сейчас говорите, что не только отдать, но и принять. Так они приняли, вы его отдали? Нет, вы его не отдали. Вы взяли соглашение с каждого пользователя о передаче его личных данных? Нет. Ну и уж, конечно, это не по закону получается. Понимаете? И учтите, что это, я не знаю, будет ли как бы Корея с нами связываться или нет, но вообще это подсудное дело. То есть, это может грозить вам судом с компанией Pearl Abyss. Теперь я предлагаю вам послушать, что было сказано Муртифирм на интервью канала Red Corvus Media по поводу введения дополнения Дриган. Хорошо. А тогда просто вопрос, а почему в среду у нас не было никакого обновления? То же самое? Ну, оно было там на 2 часа, но вы просто отключили два ивента и ничего не завезли? Нет, оно было, ну, потому что у нас определенные технические проблемы были с обновлениями. Значит, никаких технических проблем у них не было. Почему? В течение последних нескольких месяцев мы вели переговоры с компанией WebAnal по вопросу переноса сервиса игры Black Desert Online Russia. Мы даже подверглись отказу в доступе к серверам с августа, которые необходимы для введения обновлений в игру. Но мы так и не пришли к компромиссу до окончания нашего контракта. Поэтому Дригана у нас не было. Не потому что у вас там были какие-то технические проблемы, а потому что вы не предоставили доступ компании Pearl Abyss для установки данного обновления. Они готовы были его сами установить. И они в своем интервью об этом дают нам знать. Ну и давайте подходить к концу уже данной записи. То, что у вас есть записи, переписки, документы, которые могут доказать, что вы все говорите, все правду. Давайте, ребят, ну вы выложите, пожалуйста. Только давайте так, в хронологическом порядке и без вырезания, да, без контекстов, что вырезано из контекста и вставлено. Вот как я вот вам показываю сплошную, вот так же и вы должны показывать в том хронологическом порядке. Но вы это не сделаете. Вот это все, то, что вы написали, что наши слова есть, мы можем доказать, это все популизм. Понятно, что вы ничего не предоставите. Почему? Потому что если вы это сделаете, то вы нарушите деловую этику. Я уверен, что в будущем вы будете брать какие-то локализации, хотя я вам категорически не советую это делать. Лучше остаться вам со стеллией и браузерками. Просто если вы обнародуете переписку с Pearl Abyss, какая же нормальная компания-разработчик отдаст вам вашу игру, зная, что в любой момент вся ваша личная тайная переписка между локализатором и разработчиком станет явной. Но это просто деловая этика не должна позволить такие вещи делать. Поэтому вы этого не сделаете. Ну и далее. В избежание недоразумений мы считаем, что нельзя выделить виновную сторону в произошедшем. А я считаю, что можно. Компания Pearl Abyss на абсолютно законных обоснованиях забирает у вас локализацию. Это их право. Вас оповестили еще в феврале о том, что у вас эту локализацию заберут. Сообщили вы пользователям? Нет, не сообщили. В августе они хотели поставить обновление Dragon. Они его не поставили, потому что вы запретили доступ к серверам. Дальше вы не отдаете им дату базу. Вы не взяли соглашение с каждого использователя игры для передачи базы данных. Далее вы задрали цену на локализацию, они отказались у вас ее купить. Я назвал пять причин, по которым вина 80% вины, даже может 90%, я кладу именно на вас. Далее, ребят, вы понимаете, что у компании Webanal будет локализация игры Остелли Остелли Онлайн, которую, конечно же, я считаю лютым трешаком, которую, конечно же, ведут через три месяца все заточки и ларцы. Почему? Потому что очень важную фразу выпустили из интервью Мортифера канала RedCore Восмедиа, где он сообщает, что игрок считается преданным через три месяца игры. Но раньше у меня все это на уровне теории, так сказать, моих личных наблюдений находилось. А когда он это произнес вслух, то понятно, почему всегда через три месяца вводят первую акцию со всякими ларцами, нагни, победи, заточись и все остальное. Вот он, ларчик, просто открывается. Через три месяца вас считают уже доверенным и преданным игроком, поэтому вас можно подоить. Что и будет происходить? Не идите в Остелли онлайн, не пользуйтесь услугами компании GameNet. Это мое личное мнение, я имею право, это мой канал, и я не являюсь средствами массовой информации, как вы там сказали, RedCore СМИДИ, это мой личный канал, сюда заходят люди, хотят прислушиваться, хотят нет. Я не советую своему подписчику, это мое личное мнение, которое обосновано всем, что я проанализировал и увидел. Не хотите вот таких вот проблем, как здесь возникает, да, не идите. Сочувствую ли я игрокам Black Desert? Ну да, наверное, сочувствую, потому что при всем том, что я не любитель Black Desert, у игры большой потенциал на самом деле, ей есть куда развиваться и графически она клевая, при всех тех проблем, которые у нее есть. Мне жалко ваших денег, которые вы туда задонили, потому что вам заново придется все донить уже в эту локализацию и скажите спасибо, кстати, компании GameNet за это, потому что, ну, вас бы могли туда перенести, но не переносит. Возможно, перенесут, я не знаю еще, да, что вот будет через минуту после того, как я опубликую данное видео, как я его склепаю. Я уверен, что всплывут еще больше подробностей и скандалом между этими двумя компаниями, потому что, раз уж как бы грязный бельишко начали ворошить, то ворошат его, да ворошат его, будьте уверены, до конца. Но в этом конфликте я в большей степени доверяю компании Pearl Abyss, потому что все на ее стороне, вот все как бы так стычки, скажем, да, и недомолвки, они все остались именно со стороны GameNet. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я надеюсь, что я дал вам четкую позицию свою по проекту Black Desert, по ситуации между компаниями WebAnal и Pearl Abyss, которые они называют Абусом до сих пор. Ну и делитесь этим роликом со своими друзьями, с вами был Иной, надеюсь, что был вам полезен и служу Отечеству как всегда.